Еще 7 лет назад проезд нефтеразведчиков в Белом Ключе напоминал тысячи сельских улиц России. Многоквартирные дома в перемешку с кирпичными коттеджами. В корне изменить ситуацию удалось местной жительнице Надежде Захаровой. Под ее руководством в 2011 году был создан ТОС «Родник». И работа закипела. Местные жители начали переводить в порядок клумбы, ограждения и палисадники. Металлические ограждения поставили, новые скамейки, урны. Вот скамейки, значит, на волейбольной площадке, сделали волейбольную площадку, поставили, значит, столы для тенниса. После благоустройства придворовой территории дошло дело и до неухоженного пастыря, заросшего бурьяном. На этом месте жители создали целый парк, самостоятельно расчистили территорию и вывезли весь мусор, разбили цветники и посадили деревья. Парк с красивым названием «Надежда» состоит из нескольких аллей. Аллея Славы, где расположен монумент Вечного Огня и даже импровизированный рейхстаг. Уголок малышок для детей младшего возраста. Каштановая аллея с арт-объектом в виде беседки Гончарова и уголок строителей, посвященным создателям парка. Здесь проводятся все у нас мероприятия, а наши дети, которые участвуют в ДК «Белый ключ», они здесь вечерами тусуются, танцуют, то есть веселятся или просто в какие-то игры играют. ТОС «Родник» – достойный пример благоустройства. Привести в порядок свой двор может любой человек. Для этого необходимо просто выделить время и немного потрудиться. Тем более с этой целью в Ульянской области проходит целый комплекс мероприятий. С 14 апреля стартовал весенний месячник благоустройства. До 1 июня в регионе будут проходить масштабные субботники. А 18 мая в регионе официально объявлен Днем чистоты и порядка. Поводов сделать свой двор лучше предостаточно. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.